Давайте теперь проанализируем время работы данной реализации алгоритма Хакмана. Подсчет частот всех символов происходит за амортизированное в среднем линейное время удалены строки, потому что обращение к unordered map по индексу происходит в среднем амортизированное за от единицы. Преобразование соответствующих частот в вектор также происходит за линейное время от количества различных символов строки, которые я буду называть n. Случай n равно единице нас не интересует, он не влияет на симптотику работы алгоритма. Создание очереди с приоритетами по заранее вычешенному массиву делается также за линейное время у от n. И теперь нам нужно проанализировать время работы цикла. Так как на каждой итерации цикла размер очереди с приоритетом уменьшается ровно на 1, то в нее мы зайдем не больше, чем n раз. На каждой итерации цикла у нас выполняются две операции топ с очередью, две операции поп с очередью и одна операция push. Операции поп и push в очереди с приоритетом выполняются за алгоритм ее размера, операции топ за от единицы. Поэтому все операции с очередью суммарно выполнятся не более, чем за о от n.logan. Поэтому нужно проанализировать только время работы вот этих двух строчек. Для этого пойдем с конца. Заметим, что каждый из этих строк добавляет ровно один символ к ответу. Причем добавление символа работает за о длины результирующей строки. Например, если в конце получится строка длиной d, то первое прибавление работало за 1, второе прибавление работало за 2, третье прибавление работало за 3 и так далее. Поэтому суммарно все прибавления работали за о от длины результирующей строки в квадрате. Поэтому если обозначить длины строк в ответе через d1 и так далее dn, то обе эти две строки в совокупности работают за о от d1 в квадрате плюс так далее плюс dn в квадрате. Это происходит из-за того, что мы каждый раз при сложении чисел вынуждены полностью скопировать строку для того, чтобы дописать к ней один символ в начало. Этого можно очень легко избежать. Давайте будем дописывать символ не в начало, а в конец. Вместо того, чтобы дописывать символ в начало, будем дописывать ее в конец. И теперь в конце нужно перевернуть все получившиеся строки. Для этого будем использовать стандартный метод std-reverse и перевернем их. Теперь все прибавления работают за о от d1 плюс так далее плюс dn, а реверс работает очевидно точно так же за о от d1 плюс так далее плюс dn, потому что каждый реверс приворачивает строку за о длиной, ее длиной. Компилируем, проверяем. И последнее место асимптотика, которого мы еще не оценили, это время на сложение строк при добавлении нового элемента в очередь с приоритетами. Давайте заметим, что для каждого символа каждой строки, который мы добавили в очередь с приоритетами, кроме последней добавленной строки, мы добавили ровно один символ к ответу. Поэтому суммарный размер всех строк, которые за все время оказались в очереди с приоритетами, он равен d1 плюс так далее плюс dn минус n. Следовательно, время, которое нам понадобилось на то, чтобы получить все эти строки, можно оценить как о большое от d1 плюс так далее плюс dn. Тем самым мы можем собрать воедино все наши оценки и сказать то, что данная реализация алгоритма работает за о большое от длины исходной строки плюс n лог n плюс d1 плюс так далее плюс dn.